Так, всем привет, товарищи! Воу-воу-воу! Сегодня покажу немножко седьмой этап Тавриды. Начали уже асфальтировать на развязке Севастопольской трассы. Ну и вообще такие достаточно глобальные изменения произошли. Так что, сейчас посмотрим. Так, вот это за дорогой на Фронтовое. В сторону самого села Фронтовое, президентской трассы и так далее. Вот видим, что тут произошло. Видимо уже идет подготовка к сооружению моста через реку Бельбек. Судя по тому, что уже установлена смонтирована установка для устройства буронабивных свай и уже, вот видим, идет подготовка, сварка арматурных каркасов буронабивных свай. Вот видим здесь археологический участок роскопок археологических. Дальше видим, вон еще одна установка для устройства буронабивных свай. Уже наверху, это видимо та самая инженерная защита в процессе устройства. Здесь вот выемка грунта. Вот видим, как расчищена полоса лесного массива на пути трассы. Но это все будет, наверное, в следующий раз. Туда я сейчас не поеду. Наша задача сейчас посмотреть от дороги на фронтовую до Севастопольской развязки, что у нас тут происходит. Вот идет об устройство инженерной защиты из буронабивных свай. Там идет дорога на фронтовую. А вот там мы видим, первый асфальт уже уложен. Это в сторону Севастопольской трассы. Это в сторону Севастопольской трассы. Асфальт Севастопольской трассы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этой неделе компания ВАД начала укладку первого слоя асфальта на седьмом этапе трассы Таврида, то есть это Севастопольский участок. Протяженность асфальтируемого участка составила примерно 2 километра. На данный момент уже уложено 2 полосы. И ведется укладка 3-4 полосы. В июне предстоит асфальтирование съездов на развязке существующей Севастопольской трассы. Тут развязка выполнена по типу труба, имеет один кольцевой съезд и имеет эстакаду, то есть путепровод. Выполнено в двух уровнях. Укладка второго слоя асфальта запланирована на осень. Укладка второго слоя асфальта. Укладка второго слоя асфальта. Укладка второго слоя асфальта. сейчас мы перенеслись немного далее по основному ходу от севастопольской развязки видим процесс укладки очередной полосы асфальта в данном процессе задействована одна интересная машина это машина для бесконтактной перегрузки асфальтобетонной смеси значит она необходима нам для того чтобы обеспечивать непрерывный процесс укладки то есть она имеет свой бункер куда самосвалы выгружают асфальтобетонную смесь и непрерывно из этого бункера подает смесь в асфальтовокладчик также она то есть без контакта с асфальтовокладчиком позволяет избегать ударов самосвалов по асфальтовокладчику во время выгрузки потому как они должны двигаться синхронно самосвалом и бывает что не всегда это удается и происходят удары между задней частью самосвала и передней части укладчика однако основной функции этой машины это перевед перемешивание асфальтобетонной смеси для обеспечения однородного фракционного состава и подогрев подогрев асфальтобетонной смеси для обеспечения однородной температуры потому как при транспортировке вот есть такая информация что при перевозке на дальность 15-25 километров смесь остывает до 100-110 градусов по цельсию данная машина устраняет этот эту проблему то есть смесь в укладчик поступает более подготовленная чем она приезжает на самосвале ну и собственно видим вокруг персиковые деревья помню в прошлый раз их снимал они цвели вот они уже зеленые там даже плоды появились поэтому просто еще полетаем вокруг понаблюдаем за этим завораживающим процессом укладки асфальта асфальтобетонной Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Вот поэтому вот так!